Я приветствую всех вас, дорогие мои друзья, снова с вами я, Юриэль, общественный деятель и блогер, и продолжаем с вами разбирать трагедию Юры Штунова. Я напоминаю, что в своих прошлых видео я разбирал один очень грустный, и я думаю, что уже известный на всю страну видеоролик, на котором запечатлены последние минуты жизни всеми любимого нами певца. Я думаю, что я не буду рассматривать и комментировать это видео, руководствуясь только своими эмоциями, потому что я не вижу более в этом никакого смысла, так как это видео многие из нас уже изучили вдоль и поперек, пролили, что ни на есть немало слез, и я в их числе. И должен сказать, что мне хватило даже одного раза просмотра этого черно-белого видео, потому что, вы знаете, я плакал после этого, наверное, три дня подряд, три ночи я не спал, и некоторые из родственников мне говорили, что я слишком часто принимаю все близко к сердцу, и чтобы я не был слишком ранимым. Но, друзья мои, я не могу иначе, потому что я, наверное, таким родился, может быть, это такие гены, может быть, это мой характер обусловлен воспитанием, трудно сказать, но такой я человек. И я думаю, что любой, даже вот самый закоренелый и пуленепробиваемый, как говорится, циник, посмотрев вот эти муки, страдания, боли, отчаяния в глазах нашего певца, ну, я думаю, что прослезился бы. Ну, а сегодня я буду рассматривать это видео еще раз, естественно, используя, так скажем, рациональный подход, ориентируясь на свои знания в области психологии и психоаналитики, подкрепляя свои доводы практикой из своей жизни. Итак, в прошлом своем видео я уже разбирал очень странное поведение друзей Юры Штунова, которые его якобы спасают, потому что они показали себя полными дилетантами в области помощи человеку, которому нужна экстренная помощь в жизнеугрожающей ситуации. И вообще полный ноль знаний в области основ безопасности жизнедеятельности. Но повторюсь, друзья мои, что я думаю, что у этих друзей изначально была совсем диаметрально противоположная цель. Спасать они не пытались Юры Штунова, скорее наоборот. Я думаю, что многие из нас согласятся. Но сегодня я буду разбирать не менее такую ключевую личность, которую я думаю, что также все уже знают, что этот человек не внушает доверия. Это Аркадий Кудряшов. Он также задействован в этом видео, где он, значит, копается в своем мобильном телефоне, смартфоне. И также вызывает у меня его поведение очень множество вопросов. Оно по меньшей мере странное. Хотя некоторые из моих слушателей пишут мне некоторые такие странные комментарии. Одна женщина, вот цитирую дословно, пишет. «Не смейте наезжать на Аркадия Кудряшова. Он директор Юры Штунова и лучший из его друзей. А копается он в телефоне, поскольку пытается вызвать скорую помощь». Вот я попытаюсь, давайте разоблачу я поведение вот этого дружка, естественно, ориентируясь на знания в области психологии. Давайте рассмотрим вообще, вот что такое поведение человека. Поведение – это внешняя и внутренняя активность субъекта, то есть человека, проявляющаяся при его взаимодействии с окружающей средой, людьми или обстановкой. Сколько? Ситуацией, допустим. И вот ключевое слово «внешняя и внутренняя активность субъекта». Внутренняя активность – это то, о чем думает человек, это какие-то его внутренние уже действия, то есть это, может быть, мысли. И внешние проявления, то есть это уже непосредственно действия, может быть, это вербальная, невербальная речь. И давайте все-таки обратим вот на внешние и внутренние проявления вот субъекта, в данном случае вот этого Аркадия Кудряшова, который, значит, копается в своем телефоне довольно-таки непринужденно и что-то подсказывает остальным друзьям, которые якобы пытаются спасти Юру. Ну, то есть один из этих друзей, который на переднем плане, он таскал Юру в буквальном смысле как мешок картошки или как мешок с грузом каким-то, понимаете? Вот примерно так это выглядит, если закрыть Юру Шатунова. И действительно, можно сделать вывод, что вот эти друзья, они грузчики, которые тащат какие-то, допустим, мешок соли или мешок с пшеницей или еще с чем-то. А Кудряшов как бы командует, как начальник, куда эти мешки нужно поставить. Вот примерно так это выглядит, друзья мои. И не надо сейчас вот говорить о том, что Кудряшов вызывает скорую помощь. Друзья мои, давайте теперь я уже пытаюсь вам привести пример из своей жизни, жизненной драмы, можно так сказать, десятилетней давности. 2011-2012 год. Я потерял троих своих любимых для меня близких людей. Это дядя в 2011 году, бабушка в 2012. И в том же году ушла из жизни моя любимая девушка и одноклассница Таня в 21 год. Вот, и она была моей одноклассницей, и у нее был тяжелый порок сердца. Оно было трехкамерным. Погуглите, если что, с таким пороком сердца долго не живут. И вы знаете, для меня это поистину стало настоящей трагедией. В тот день, я помню, метался просто как пропеллер из угла в угол. Я не мог найти себе место. Я забыл даже номера телефонов многих своих друзей и родственников. Я даже больше скажу. В то время я учился на третьем курсе в колледже искусств, и я забыл, какое домашнее задание мне делать на следующий день. Я пришел вот с такими глазами, и вы знаете, с помутненным сознанием. Вот это реально. Я был в трансе. Это потому что настоящий шок для меня был. И с остальными родственниками, которые ушли из жизни, та же самая была ситуация. Их смерть для меня сказалась тоже небесследно. И последующая моя жизнь уже была довольно-таки мрачноватой, это мягко сказано. Потому что у меня сформировалась бессонница. Я хотел перемотать время назад. У меня возникла уже на этом фоне хроническая депрессия, которая впоследствии сказалась на моем соматическом здоровье. Потому что в данный момент времени у меня преддиабет, друзья мои. Погуглите, что это такое. Это то состояние, когда не усваивается глюкоза. Но пока еще не диабет, но до этого, знаете, недалеко. И нужно себя очень беречь. Вот, пожалуйста. И это при том, что я с Танюшкой не был знаком длительное время. То есть вот я перешел в коррекционную школу в 2007 году. В 2008 году я только увидел ее на выпускном, поскольку она училась в силу своего состояния здоровья на домашнем обучении. И только в 2011 году мы по-настоящему друг друга влюбились. И стали встречаться. И дошло почти до свадьбы. Но, к сожалению, не успели. Меньше, ну где-то 9 месяцев получается, меньше года мы встречались. И она ушла из жизни. Но для меня это была огромная потеря. Вот это я понимаю. Настоящая дружба, настоящая любовь. Но посмотрите, какова реакция Кудряшова. Он не похож на друга, который переживает за состояние своего якобы закадычного друга, который, по крайней мере, он якобы считал своим. Они вместе были более 30 лет. Но, друзья мои, тут подчеркну, что есть одна информация, которую я сочту достоверной, поскольку это видно сразу. И пишут, что Кудряшов Юру использовал чисто как денежный мешок. Кудряшов постоянно у него выпрашивал какие-то деньги. Можно сказать, вымогал. Он часто завидовал Юре. Вот я читал этот комментарий от одной моей подписчицы. Я склонен этому верить, потому что, действительно, Кудряшов, на лице на нем написано, что никакой дружбы там не пахло. Там был полный расчет. Потому что там полностью были деловые и денежные отношения. Естественно, ни о какой дружбе речи не шло. И почему, кстати, Юра Шатунов хотел сменить в последнее время директора? Как раз таки из-за того, что Аркадий Кудряшов к нему плохо относился. Конечно, Юра об этом не говорил, потому что предпочитал не выносить ссор из избы. Как вы знаете, Юра был очень скромным. Но, так или иначе, Кудряшов, узнав о том, что Юра пытается сменить, так скажем, делового партнера на более надежного, он тут же пригласил Юра Шатунова на вот этот последний злосчастный роковой пикник. Ну и для того, чтобы втереться к Юре в доверие в последний раз. И сделал свое черное дело, скорее всего, там не обошлось без отравления, потому что, может, подсыпали что-то ему. И вот давайте все-таки еще раз к слове дружба. Что такое вообще дружба? Я думаю, что с точки зрения психологии мало кто знает, но я скажу. Это удовлетворение наших потребностей в участии, поддержке, в разделении своих впечатлений. Ключевое слово здесь удовлетворение потребностей в участии и поддержке. То есть тут альтруистический посыл. Этого альтруистического посыла у Кудряшова не было по отношению к Юре. Особенно на этом видео. Потому что на последнем видео, как вы все уже знаете, он непринужденно, не торопясь, копался в своем смартфоне. И для того, чтобы набрать скорую помощь, надо набрать всего три циферки. 103. Ну, на мобильном телефоне это так. Где-то 0.30, в зависимости, у кого какой оператор. Но у меня такое ощущение, и не только у меня, что Кудряшов не вызывает никакую скорую помощь, а с кем-то переписывается. Возможно, в мессенджерах, возможно, по WhatsApp, возможно, ВКонтакте. Ну, скорее всего, в WhatsApp. Потому что вы знаете, что WhatsApp более защищенная платформа, и ее очень сложно, так скажем, вычислить, допустим, что человек пишет другому. И вот в этом вся проблема. Но я подозреваю, что это был какой-то отчет. Кому отчитывался Кудряшов? Зачем? И почему? И почему в тот момент, когда Юре стало плохо, вместо того, чтобы метаться и в сторону, и в сторону, и вызвать просто вот кровь из носу, Юре, скорую помощь, почему Кудряшов в это время занимается непонятными какими-то вещами? Друзья мои, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, что вы думаете на этот счет. Это мне еще предстоит выяснить, кому звонит Кудряшов, кому он пишет, о чем отчитывается и для чего, самое главное, и зачем. Ну а вы пишите в комментарии свое мнение, и я с удовольствием его прочитаю. И, возможно, эта информация для меня покажется ценной, и я буду вам очень благодарен. Ну а я буду дальше бороться за честное имя, за правду, справедливость. Буду искать, в принципе, не надо их искать, но буду искать доказательства вины всех причастных, кто имел хоть какое-то отношение к смерти Юры Штанова. И все они будут наказаны, по крайней мере, я до этого постараюсь приложить все усилия. До скорой встречи, берегите себя и своих близких, удачи вам. Увидимся в следующем видеоролике.